В этот день святого Валентина многие отмечают как раз как праздник День Любви. И я бы тоже хотел поговорить о любви, а может быть о любви чиновников и депутатов к своему народу. Ну и самое главное, как сделать так, чтобы они полюбили свой народ или хотя бы начали его уважать. Ведь вы же знаете, что в последнее время стало очень много высказываний из уст госслужащих, которые иначе как оскорблений не назовешь. Вот Ольга Гладских государственник просила вас рожать, и вот буквально там позавчера депутатша из Свердловской области предложила отменить бесплатное питание у младшеклассников. Я бы сделал акцент на словах саратского министра Соколовой. Она сказала, что она может составить меню из расчета 3,5 тысячи, то есть праздничный минимум. Но какая бы она храбрая ни была, она жить, питаясь этим меню, отказывается, мотивируя тем, что ей статус не позволяет. Вот я вас прошу, а какой у нее, собственно говоря, статус? Ведь по Конституции источник власти в России является наш многонациональный народ, верно? А кто же тогда депутаты и чиновники? Это, образно говоря, всего лишь слуги народа, и она об этом начинает забывать. Вообще по Конституции государство обязано делать жизнь наших людей достойной, но действительно все больше и больше об этом чиновники начинают забывать, верно? Задам я следующий вопрос. А какое эти люди, которые оскорбили народ, а вызвали такое обсуждение СМИ, понесли наказание? С чиновниками еще как-то более-менее понятно. Их может наказать вышестоящий чиновник, скажем, лишить премии или так убедительно попросить написать заявление по собственному желанию. А если взять депутата? Кто? Руководитель депутата. Это избиратели. И поэтому и один депутат никогда не понес наказание за любое свое высказывание. Поэтому, вернее, почему? Потому что в нашем законодательстве есть такой правовой пробел, и мы вот этим законопроектом предлагаем его исправить. Как он будет работать? На сегодняшний день наказать чиновника, депутата, не позволяя статьям. Поясняю. Если взять гражданина, кто-то его оскорбил, он обращается, и есть статья, согласно которой его можно защитить. Или, например, группа лиц, там независимо по признаку национальному или религиозному, может обратиться, и их права тоже будут защищены. Но когда оскорбили всех избирателей разом, то такой ответственности нет. Поэтому и предлагаем наказывать таких людей. Если этот законопроект будет принят и появится статья, то тогда прокурор в случае вот этих нелестных высказываний может возбудить административное дело и привлечь этого чиновника, либо депутата. А он получит штраф в размере от 10 до 30 тысяч или вообще дисквалификацию на период до 3 лет. Мы считаем, что это правильно. Отдельно хочу отметить, специально в этой же статье мы прописали, что она действует только лишь на должностных лиц, на журналистов, блогеров и граждан, она никак не распространяется. И вот верно говорил президент России о том, что нужно сдерживать чиновников в их высказываниях. Вячеслав Викторович вообще предлагает проводить медицинские тесты на наличие у человека эмпатии, то есть способности все переживать другому. Мы же предлагаем механизм, с помощью которого можно наказывать этих людей, которые не уважают свой народ, своих избирателей. Поэтому будем прививать любовь к народу у чиновников и депутатов с помощью штрафов. Хотелось бы сказать вам, что более важный праздник сегодня, второе освобождение Ростова-на-Дону. Немногие знают, даже, наверное, из присутствующего, Ростов-на-Дону это первый крупный город, освобожденный в годы Великой Отечественной войны, но он освобождался дважды. Учитывая, что красновцы там уходили последними, поэтому только город воинской славы, а не город-герой, как некоторые. Поэтому я тех, кто имеет отношение к Ростову, поздравляю, ростовчан. Но вообще-то это праздник, мне кажется, всего нашего народа. Ну и, конечно же, хотелось бы сказать, что Святые Валентины – это не наш праздник. С моей точки зрения аналогичный славянский праздник – это Ивана Купалы, который 8 июля, по-моему. 7 июля. 7 июля. Поэтому я считаю, что главный праздник любви – это сохранение семьи и приумножение ее возможностей, которым, к сожалению, последние 30 лет мало кто занимается. Поэтому всех вас хочу поздравить с Днем освобождения Ростова, пожелать вам объективности рассмотрения и, вообще-то, контрактов и недоговоров на работе. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин